Немножко о них забывается, а все-таки быть советником это что значит? Конечно, не разные были, но как-то лучше жить и воевать, когда вокруг своих советских идут. А они были среди чужих. И потом, когда начались эти декабрьские события, началась война, и тогда прошел приказ, чтобы советников нейтрализовать, ну, фактически убивать. И тогда успели, там, несколько десятков человек убить. Один из моих друзей, Виктор Дмитрий Джуков, он был советником Афганского полку, и вот ему тоже успели бы сказать, кто здесь хорошо настроен в Афганском, что это непонятный приказ. Но он взял лимонку, снял чепут, и с командиром полка в первый час свел переговоры с гранатой в руки. И хотя, ну, кто бывает, говорит, что скобана не очень такая тугая, но вот если сейчас он так держит, перед руками останется совершенно белым. Пожалуйста. Ну вот, и у этого жука были многие еще эпизоды, и потом, уже после афганских событий, мы его провожали к новой местной службе, Фредди Инград, и я написал песню. Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть иначе побил нечий пункт. В окошках уставил свержуков в столетних в Афганском полку. Он помнит, он помнит ту дату, когда в роговом декабре В полку взбунтовали солдаты и ждали его на дворе. И вышел военный советник, небрежно ремень деревян, Адам под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы, и пятилик спады на нуд. Советник страшнее приказа, они учились ему. Своим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, Туда, где за каждым тувалом мятежный строчил пулемет. И шли, придиваясь от страха, к судьбу проклиная ножки. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты советник не весит, в экспрессе Москва-Ленинград. Мир должен из крови весен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Мирский Виктор Дмитриевич Жуков советник советской страны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...